ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 напомнил, что не зря рефери ФИФА. Просто так рефери ФИФА не становится. Но поблагодарил за все действия. Если вам интересно. Можете вы их спросить. Спасибо. Алексей, первый раз в столице. Следующий матч с Шахтером. Не маловато ли времени для победы? У Шахтера столько же времени. Не вижу никаких проблем. Все уговорили. Спасибо. Вы знали, что Зинамо до этого на МФСаре не проигрывало БАТЭ? Учитывая этот факт, как-то грейли. Знаете, я такими глупостями даже не занимаюсь. У меня нет времени смотреть вот эту статистику. Проигрываю, не проигрываю. Немножко другим занят. Кого еще в Абгарусске сейчас, Максим? Может быть, кого-то еще есть? Нет, Максима, говорите. Возможно, я интервью сразу вам. Если у вас есть какие-то вопросы, Возможно ли возвращение Рассадкина при вас в основной состав? Его возвращение невозможно ни при одном тренере. Ребята, давайте веселее. Ну, возьмем Максим Цветов. Это связано с игровыми качествами или по каким-то другим причинам? Это связано с решением руководства Пула. Кто-нибудь, кроме трибуны, намерен задать вопрос? Спасибо. Сергей Витальевич, вы известно, что работаете в Бонет Сербии еще. Сегодня, как-то казалось, довольно сложно вам удавалось проходить Милуновича. Ну, понятно, что вы тренер Динамо, но отметьте его как-то для себя его игру? И если вы знаете, что он в Бонет Сербии попал, благодаря моей рекомендации, что я его видел в матче в Лиге чемпионов, и я считаю, что он достойный был получить право, хотя бы шанс, чтобы его посмотреть. И он себя проявил в трех матчах. Я считаю, что он был игроком основного состава. Если бы не травма, я уверен, он бы в основе. Он очень нравился Мусыну, как играет, как выполняет наши требования. Но вот эта травма сильно подкосила. И, конечно, мы ждем его выздоровления и ждем его стабильной игры в составе, чтобы вызвать сборную. Еще вопрос? Спасибо. Все? Спасибо, Максим. Тут даже не верится. Больше нет вопроса, да? Все, спасибо.